привет народ привет youtube значит мы приехали в центр севастополя центральную часть сейчас отправляемся в мусон нужно купить ребенку подарок вы очень сильно помогли и от подписчиков у нас тоже будет отдельный подарок доната все это время работали поэтому всем кто скинулся всем огромное спасибо все же будет отдельный подарок именно от вас в общем идем покупать решили долго думали кстати купить поскольку ну собственно у него самой нету представления что она хочет вот в итоге решили купить и магнитофон уже в такой возраст вступает все больше и больше интересуется ну как как все подростки уже детям не назовет уже подростки как все подростки интересуются музыкой вот обычно слушать на телефоне но это неудобно в общем будет мне теперь свой собственный бумбокс мы идем в гурку мусон да он называть мусон автобусы поехали удобно на самом деле кто приедет в крым пользуйтесь яндекс все есть и маршруты автобусы троллейбов с трамвая просто точку выйти где даже даже где вы где находится не надо вводить просто куда едем и он все пока ждут у нас автобусы 109 16 30 маршрутные такси 5 штук 6 7 штук 2 троллейбов что 12 12 есть крым распускается есть и не очень пахнут и мне не нравится это чё так резко это этот самый черемах аль кто его знает новая площадка детская крымфон тоже как но это мне кажется перейдет но мы здесь пешкодралом не ходили в год пасть ну да когда они все успевают скамейки точно много это же дерево будет странно без коры может это бесстыдница помнишь он говорил это бесстыдница без коры может она есть не знаю я не видел это похоже на эти японские то знаешь делает деревья маленькие бонсай вот крымский бонсай это что такое напишите в коментах а это черемуха для черемухи помрано еще что он делен пойдем в ляра зале сонди лиман а сонни а этим как и девчатик разноцветная красавица Вот прикольно. А сейчас еще с Canon 200 такой сделали, он такой посерьезнее. Что, кстати, для блогеров вообще? Огонь. Дешевенький, Dual Pixel комната, может быть, не, в 200 Dual Pixel. Ну, тоже, кстати, дешевый. Дешевый, сербик, и прикольно. Да? Вот 750, да? Для начинающих блогеров Canon. А вот ее, чуть продвинуто. Хочешь все, что хочешь? Только деньги платят. В первом магазине ничего не нашли. Идем в D&S. На самом деле магазинов здесь, конечно, в этом торговом центре огромное количество. Че хочешь есть? Золотых, слава богу, еще рано ребенку. Поэтому пока попроще все. Да, High Action камера зачетная. Какая перископ. Китайцы, какие-то ради. Ну, да, сейчас выбрать. Вот здесь хорошая компания, где все реквалиф рекомендовать. 15 тысяч сейчас. Недорога. А вот уже посередине. Тихонько. Canon. 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 Sony 6000. Моя вторая камера, которая сейчас ведь продаю, если кому надо, пишите. ДНС остается крайне странным магазином. Вот есть два магазина у них в сети. TechnoPoint, шикарный магазин. Пришел, все четко выбрал. Здесь, в ДНС самом, какой-то вообще бред творится. Подхожу к консультанту и говорю, где у вас магнитофоны? Говорят, нет, у нас только на сайте они. Я говорю, а как? Типа, ну... Ну вот, и говорит, в торговом зале они не представлены. Короче, блин, тут походу придет в TechnoPoint ехать все-таки. Здесь что? Никого? Нет, здесь никого. А там кто? Харавит. Красивый. Да, ты подумала, ням-ням-ням-ням-ням. Что делать? Кому все слегка. Что, рыжка блин такая дорожает? Вообще, просто раньше он и что у кипельки. Да? Ну, в свое время, когда-то давным-давно. Голодные времена все же были, но он дешевый. Времена меняются? Ну, пирожок с курицей. Печеный или жареный? Он жареный. Ну, там их два есть, и печеный, и жареный. Я буду жареный. Ну, сейчас, подойдем. Вид нас ругает. Подозрите на месте. Проверим, да? Сейчас проверим. Я место караулирую. Ну, смотри, мне это. Это я нет. Я ничего не имею против. Короче, мы взяли пирожки такие интересные. Печеные с курицей, да? Да. Печеные, как они называются? С творогом и зеленью. За два пирожка с творогом и зеленью 54 рубля, а с курицей 59. За два? За два. Короче, по 19 рубля. А напиток? Восемнадцать. Нет, 25 рубля. С творогом и зеленью фельцов начинка нафига. С творогом и зеленью фельцов начинка нафига. Смотри. Наванкурочка. С творогом и зеленью фельцов начинка нафига. Ну да. Но с начинкой перебор. Ну, конечно, хорошо, когда перебор, чем недобор. Да. А по-русски интересное сочетание, да? С творогом и зеленью. Да? Угу. Я такого не пробовал. У них там блины с рыбой. Рыбу, блины. А? Здоровое удовольствие. Ни разу не слышала блины с рыбой. С красной рыбы? А там не написано, что красная. Вот такой. С красной. Но они так странненько выглядели, что мне кажется, они не из краски. Угу. В общем, в Мусоне мы нифига не нашли, поэтому сейчас нам из Мусона придется ехать в Фуршет. Блин. Что я сразу не посмотрел. Короче, если нужна электроника в Крыму какая-то, то вариант по сути только один, который, где вы практически все можете найти, это техно-поинт. Находится на колпаках 3. Сейчас поем туда. Да? То есть нам пришла в голову идея одна. Попробовать вместо, посмотреть точнее, вместо магнитолы полноценной активную колонну, которая по Bluetooth, по Wi-Fi можно подключать к смартфону, к планшету. И, соответственно, ей пользоваться вместо магнитофона. Можно попробовать этот вариант рассмотреть сейчас. Сейчас пойдем поглядим, подумаем немножко. Очередные 5 баллов. Заходим в магазин, смотрим колонку. Спрашиваю, сколько стоит ценника нет у колонки. Чувак ходил, ходил, искал ценника. Блестящий ответ. Ну, где-то около 3000. Что хочу еще добавить. Облазили весь Мусон, ничего толком не нашли. Но, как обычно, вот этот сервис, как бы его назвать-то так? Помягче. Короче, если вы приедете в Крым из крупного города, типа Питера или Москвы, вы тоже поймете, о чем я говорю. Сервис здесь с таким легким налетом похуизма. Ну, что у тебя с руками-то тут? Посинели отчего-то. Отчего-то. Может, рюкзак, хотя... Это первый день, наверное? Ну да, хрен его знает. Что ты ляпку схватил? Что я сейчас в руки брала? Телефон брала. Ну, хрен его, черники наелась. Что, мама, мой Дадыр читала? Да. Не мытым трубочистым. Стыд и срам. Стыд и срам. Здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое. И зубной порошок. Сколько машин? Детки и нючки. Да. Детки и десятки. Детки и десятки. Две десятки под окном. Сколько стоит? Двенадцать рублей. Такие цены были в Питере, когда я в колледж начала ездить. Даже страшно представить, какой год. В Беларуси там такие сейчас? Не знаю, нет. Пять рублей пятьдесят копеек. Они перешли на эти копейки, я уже все, я потерялась. Двенадцать. Ты два? Нет, было пять пятьдесят. Сейчас пятьдесят копеек. А сколько это? Ну если больше чуть на 15 рублей. Ух ты! Следующая остановка. Карантинная балка. По сравнению с очковкой, дышать здесь вообще нечем. Нечем просто. Блин. Реально. Легкие не раскрываются, например. Да, хоть противогаз одевать. Сейчас мы водим в море же рядом, должно быть. Так а что толпу-то? Посмотри, сколько машин. В Питере-то мы как-то жили, там уже, не знаю, раз в 30. Ну да. Ой, блядь. Вот еще один из аргументов. Жить все-таки на северной стороне. В идеале где-то в районе Учкуевки. Вот вроде часа два, у меня голова уже квадратная. Шум, гам, машины. Дышать нечем. Понятно, что если даже с Питером сравнивать, здесь намного спокойнее. И машин намного меньше. Но вот когда ты поживешь именно в таком тихом местечке, всю прелесть ты начинаешь очень сильно осознавать и по-другому воспринимать. Вот. Каждый раз, когда приезжаешь, там, побродить по городу. Точнее, изначально сидишь вот в той же Учкуевке. И порой хочется цивилизации, хочется каких-то движух. Но стоит приехать в эту движуху. Блин, через 2-3 часа уже очень хочется обратно. Так что вот так вот. Надо где-то упаковать не будет. А, ну так нахватит. Смотри, какой красивый. Хорошенький. Ну да, шум-то. Прикольно, нет? Прикольно, нет? Нормально. Крутишь. Я думаю, понравится. Покажи еще раз. Ну что, прикольно. Подарок от подписчиков. Она будет рада. Лайк. Клевый. Взяли какие-то коробки, пока будет спать. Мы их надуем. Здесь есть без торта. Сейчас надо торт. Да, мы ищем торт. Медоборы. Говорят, медоборы самые крутые здесь. Ну вот, красные, очень красивые. Сколько стоит? Наполеон с малиной. Я говорю про медоборы. А вон он торт, московский, нет? Это вон. Самое, что интересно, что торт-то будем есть мы. Да. Да, она не ест торты. Жену. Можно? Спасибо большое. Вот, она не ест торты. Поэтому надо торт выбирать под себя. Как же заебали эти бдительные сотрудники торговли. Ёх, твою мать. Чего вы снимаете? Чего вы делаете? Тебя ебет, что ли? Чего я делаю? Ну, ёкарные бабать. Он реально бомбит. Куда не зовешь? Блядь, дикие люди какие-то, честно. В натуре. Вот дикари, блин. Камеры не видели. Что я снимаю? У вас, блядь, снимаю. Ревизор пришел. Ну, серьезно. Вместо того, чтобы заняться там повышением качества услуг, там повышением уровня сервиса. Сидят, бегают, смотрят, кто что снимает. Ну, вы что, контуженные, что ли? Территория Российской Федерации. Я имею право снимать где угодно, кроме режимных объектов. Ну, почему вы такие тугие-то? Вот серьезно. Ой, как меня бомбит, блядь. Чего за люди, а? Чего вы такие дики? В Беларуси 6 лет жили, кричат все, что там диктатура, свободы слова нет, ничего нельзя. Ни разу, один единственный раз какой-то отмороженный, отбитый охранник ко мне подошел в магазине, был послан нахуй, развернулся и нахуй пошел. И все. А здесь какие-то, почти каждый день. Вот куда ни придешь, начинаешь снимать. А что вы снимаете? Чего снимаете? Зачем снимаешь? Кого снимаете? Блядь, порно-кастинг пришел проводить. Вот ищу тебя, чтобы тебя пригласить на главную роль. Фу, блин. Короче, вот если меня кто-то смотрит, особенно из сферы торговли, ну, перестаньте быть такими отмороженными, а? На всю голову. У меня скоро тоже крышу сорвет, и я, блин, проект новый запущу, буду ходить. И специально вымораживать вот таких вот горе-продавцов на реакцию. И там уже не обижайтесь, серьезно. Хотите трэша, будет вам трэш, блин. Наверное, подаренчики. Упаковали, да? Наконец-то, на той стороне хрен, что найдешь. Только у нас, на северной, да? Не, ну, может быть, надо просто там узнать, где искать. Ну, а здесь вот первый попал, все детские захли. Да, здесь... Сюда идем. Можно, кстати, было почту проверить. Пойдем проверим. Тогда обратно надо идти. Пойдем. Обратно на ту сторону, там почта. Пойдем. Здесь фрукты, там почта. Я хочу и фрукты, и почту. С другой стороны, так говоришь, что тут 42 километра. Вот мы здесь, вон почта. Мы почту. Ну, теперь фрукты и все. Что пришлось? Пришлось? Да, что-то мне пришло. Тебе пришлось? Мне пришло. Я заказывалась Алиэкспресс. Наверняка многие из вас сейчас думают, что это было. Ларос никогда не показывал вот эти все негативные моменты. Это действительно так. Всегда в своих влогах на протяжении всех двух с половиной лет я не то чтобы скрывал какие-то негативные моменты. Я их всегда пытался сгладить и пытался не акцентировать на них внимания. В какой-то момент ты понимаешь, что в этом случае пропадает всяческий смысл вообще твоей деятельности, когда ты показываешь картинку, а у нас именно лайфстайл идет, картинку с одного бока. С другой стороны, я понимаю, что вы приходите с работы, уставший, с какими-то своими проблемами. И мне хочется, ну, наверное, дарить вам позитив и наоборот не загружать еще новыми проблемами. Поэтому, честно, я запутался. И вот эти мысли все-таки немножко беспокоят. Поэтому я сейчас обращаюсь к вам. Сегодняшний влог был неким таким экспериментом для того, чтобы осознать и понять, стоит ли в наши влоги в том числе включать вот такой вот негатив. Он, естественно, существует. Он, естественно, есть, был и будет в любой точке планеты, где бы мы ни оказались. Он был в Белоруссии, он был в Питере, он есть в Крыму. А вот стоит ли его, как говорится, в нашей русской пословице выносить ссор из избы, это вопрос спорный. По законам жанра, так называемым негласным законом Ютуба, вроде как не нужно. Потому что люди хотят получать позитивные эмоции. А с другой стороны, может быть, как-то и полезно такие вещи тоже добавлять во влоге. В общем, сейчас сбоку экрана, где-то вот здесь, по-моему, появилось окошко. На него нажмите, там идет голосование. И проголосуйте. Стоит ли в том числе и негативные моменты вставлять во влоге или нет? Просто ответьте, да или нет. Я жду ваших ответов. И исходя из этого, будем уже либо, раз и навсегда, закроем вопрос, который я сейчас задал. Либо буду уже стараться, ну не знаю, как-то все это в будущем красиво оформлять. С музыкальной подложечкой. В общем, буду углубляться в работу над улучшением формата. Как и по мне, так мне кажется, что все-таки, наверное, правильный рассказывать все 100% событий, которые происходят. Иначе лайфстайл превращается просто в розовые сопли. Ну, а ваше мнение я жду. Можете еще написать что-нибудь в комментариях, чтобы об этом думать. Все, пока, до завтра.